Приветствую вас. Сложно не согласиться с коллегой Кудрышовым Игорем Леонидовичем, который, в общем-то, достаточно чётко всё вам сказал по поводу той ситуации, которую вы описываете. Мы не можем знать, мы не можем знать, почему мужчина вам написал, почему он вам написал, что сподвигло его вам написать, мы этого знать не можем, потому что мы психологи, а не предсказатели. Вот, к примеру, для, допустим, меня, как для психолога, очень важным моментом является вот то, почему вы тяжело пережили развод. Что было самым тяжёлым, условно говоря, для вас в этом. Мне кажется, что данный аспект, а также аспект того, чего вы хотите. То есть, я здесь имею в виду, чего вы хотите от своего мужа, собственно говоря. И, соответственно, уже исходя из этого, можно будет выстраивать какую-то стратегию, поведенческую, поведенческую, вашего. Вот. Ну, только, только так. Столько вот в таком ключе, и столько вот в такой, наверное, последовательности. это будет работать. В остальных случаях, в остальных моментах, в остальных моментах, я думаю, что нет. То, что вы боитесь ошибиться, более чем понятно, более чем понятно. Правда, более чем понятно. Но, опять же, у этого должны быть причины. То есть, у ваших ошибок, например, даже у ваших ошибок, у ваших отношений с мужем есть какие-то основания. Вот эти основания нужно исследовать. Смотрите. Вы пишите. После полгода, значит, развода, и месяца необщения со мной, мужчина вдруг стал активно писать. Почему? Что был дурак, что на самом деле испортилось, что мы развелись, скучаясь по старым временам и так далее. Ну, здесь такая достаточно классическая история. Человек понял, что потерял. Например, понял, что потерял. Такое, в принципе, бывает. Такое, в принципе, случается. Такое, в принципе, происходит. Вот. Хоть и это не всегда. Ну, приятно. Конечно. Но, тем не менее. Тем не менее. То есть, это вот. Смотрите. Такой вот аспект. На мой взгляд. Дальше. Значит, что мы развелись, была его вина. Начало другую. Здесь надо сказать, что вы совершаете ошибку в том, что ищете виноватых. Так как виноватых нет, тогда ответственны оба супруга, так или иначе, за то, что произошло. И, соответственно, можно, наверное, говорить о том, что без осознания своей ответственности за то, что вот произошло. Ну, не получится в любом случае. Потроть отношения. Вне всякого сомнения. Вот. Вот. Так что здесь всё-таки стоит пристать кого-либо винить и подумать над тем, почему так, собственно говоря, получилось. Вот. 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 Или чего. Получилось. Какую вы именно роль сыграли в том, что с вами произошел развод. Дальше. Хотя раньше винил всех, даже у меня в разводе. Это всё-таки взаимно получается, да? Обвинять друг другу. Что здесь могло случиться, что он всё переосмыслил? Ну, как вы думаете, откуда мы можем знать это? Что на это повлияло? Ну, вот. Серьёзно. Откуда мы можем знать, что на это повлияло? Вот. То есть, мне кажется, весь ваш вопрос не совсем умеет. В восемь лет мы вместе его встречали, Лили сильно поздоровался с девочкой, хотя за полгода он её ни с кем не познакомил, никто её в глаза не видел и друзей и родных. Ну, здесь, конечно, очень мутная история. Значит, девочка. Вполне может быть, что её не было никогда, а это просто... И вот такая отмазка, отговорка. Ага. Что здесь? Тут вот такой аспект, на мой взгляд. Дальше. Помогите, пожалуйста, чем? Я очень трудно пережила расставание, не хочу снова ошибиться. В чём? Ну, в чём вы не хотите ошибиться? Сформулируйте, пожалуйста, нашу задачу, потому что, по качеству она представляется мне достаточно размытой. В чём мы можем вам помочь, на мой взгляд. Вот так можно ответить вам на ваш вопрос. Ну, в этом всё. Я надеюсь, что помог вам, если у вас остались вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.